Привет-привет, дорогие мои! Привет-привет! Ну что ж, у нас мукбанг. Мы находимся в Иллинойсе, в Чикаго. А вот у меня вот такой вот вкусный мукбанг. У меня овощной супчик с брокколи, капусточкой, перчиком болгарским, мясом. Дальше салат со сладкой ягодой. Алмонд. Забыла. Короче, с орехами, помидоры, маслины, салатик, сладкая горчица. А это я... Ой, я прям разговариваю. Смотрите, я для вас разрез сделала. Это рыба под маринадом. Очень вкусная. Очень. Делается, боже, как она делается. Просто ваша задача сделать вкусную зажарку. Вкусную зажарку. Обжаривайте лук, морковку, можете перчик добавить, можете острый перчик добавить, чуть-чуть сахарку, чуть-чуть уксюсика, и чтобы она была вкусная, чтобы ее вот так даже было вкусно есть. И все, просто запекайте. Чуть-чуть посолила рыбу, филе, запекла в духовке, положила рыбу, сверху прям мощный, горячий этот маринад. Опять рыбу, сверху мощный, горячий маринад. Чуть-чуть подостыла и в холодильник. Боже, оно потом за ночь вот это все пропитывается. Так вкусно. Я вам передать не могу. Это просто мэджик. Это очень вкусно. Мэджика. Ммм. Ммм. Вот это сочетание в салате ореха сладкого сладкой ягоды горчицы, блин Смотрела вчера программу даже не знаю какую что-то отткнуло в этой программе ржали над тем какие типа мы были наивные в 90-е когда заряжали водичку от чумака ой, я так за супом соскучилась это трындец ой, мамочки я уже говорила еще раз повторюсь послушала врача врачей оказывается самый полезный овощ это капуста брокколи если хотя бы раз в неделю кушать брокколи то вы практически на 80% будете защищены от онкологических болезней если вы не болеете ими как профилактика поэтому раз в неделю мы теперь обязательно будем кушать брокколи ну я в принципе люблю брокколи ну вот и про 90-е значит кашпировский чумак заряжатели все не знаю мне кажется несправедливо смеетесь ребятки я не знаю ничего про чумака я не знаю ничего про чумака но я вам хочу сказать что я вживую видела как работает кашпировский мы были тогда еще детьми рядом с нами пансионат Донбасс большой богатый пансионат и первые четыре концерта кашпировский которого никто не знал и кто это что это вообще не представлял проводил там как мы там оказались мы знать не знали кто это но нам нечем было заняться было лето и кто бы не приезжал на концерты мы бесплатно в дырку пролезали на этот в этот концертный зал концертная площадка и смотрели что там идет мы даже знать не знали иногда лезем и не знаем кто там выступает также мы были на концертах всех других звезд на это никто не обращал внимания все знали что местные припросы бесплатно ну и мы значит пришли там нагнали кучу людей первый концерт я очень хорошо помню стоит какой-то злой дядька на сцене я не знаю сколько нам лет тогда было может по 16 начинать громко орать не снимать я сказал без моего разрешения не снимать такой злой злой думаю господи что это такое вообще а мы сидим ржем с этого всего и вот значит как он проводил сами концерты сама технология он включал музыку блин салат офигенный он включал музыку на весь ну то есть на всю большую площадку какую-то специальную психическую психологическую и те кто сильно склонен я так понимаю к гипнозу ну тогда мы не понимали кто он вообще не понимали что он там делает и те кто склонны к гипнозу они начинали реагировать кто-то плакал на взрыв кто-то смеялся и Кашпировский просил их выводить на сцену и потихоньку этих всех плачущих рыдающих выводили на сцену во-первых почему мы знали что это не подставные потому что мы всех этих отдыхающих знали потому что мы постоянно были там на пляже в кабаке на дискотеке мы знали что это отдыхающие сто процентов вот мы даже знали кто они по профессии один там профессор был ну там не только шахтеры отдыхали потому что ну реально пансионат был шикардосный полный там вообще мы его обожали шахты проплачивали большие деньги за то чтобы их шахтеры хорошо отдыхали вот и выводили значит этих людей на сцену для нас это все было как-то хи-хи ха хуня какая-то вот и он там на этой сцене делал с ними что хотел он мог вот так вот дать в лоб и человек прям плашмя падал на эту деревянную сцену блять он мог сжечь им руки он ставил их и говорил там вот ваши тазики ну то есть тазиков нет а как будто бы тазики прям видно как они берутся за тазики стираем белье там пацан был один видать только с армии пришел и дали может быть на шахте дали путевку пацану ну не важно в общем он так стирал прям как будто вот каждый день это делали усиленно и был один профессор он там с женой отдыхал мы так с него смеялись все стирают а он так сидит возле тазика вот прям видно что он видит этот тазик он так рукой по воде потом говорит вы в саду собираете яблоки этот пацан который армейский тельняшки прямо яблоки собирает старается видно что он видит яблони а этот профессор стоит и тупо пиздит у него я когда это смотришь вообще понимаете поверить не можешь что это в реалии так ребятушки мне нужно брокколи для профилактики ой боже мой какой он вкусный у меня ручки золотые что-то не знаю мясо влезет меня нет попробуем вот но все равно нам до конца как-то не верилось когда ты смотришь что люди такое творят на сцене то есть он не приходил на эти концерты он приехал не для того чтобы лечить людей а для того чтобы показать им что такое гипноз но это я сейчас вам рассказываю тогда особенно первые концерты мы вообще нихера не понимали что происходит вот и у нас был значит друг булик короче сколько они пускали эту музыку на нас она вообще никак не влияла вот эту психотропную никто из нас не плакал не рыдал у нас был значит пацан такой булик сейчас уже по-моему спился и умер и мы говорим булик притворись как будто ты ну там плачешь или смеешься под эту музыку а мы тебя вы не видим на сцену и вот значит он такой заплакал пацаны его вывели на сцену и мы значит наблюдаем за этой херней ребята он делал все что делали они все и яблоки собирал и стирался блять и цветы каким-то там любовницам дарил и падал плашмя и руки ему жгли ему больно не было потом потом он рассказывал он говорит все видишь то есть ты понимаешь что вот люди в зале сидят что то есть нет такого о я в лесу знаете там как это все видишь все понимаешь но при этом то есть тебе говорят ты в саду ты собираешь яблоки я вижу эту яблоню другие яблони вижу я вижу сколько другие собрали я вижу кто у кого ворует поэтому я не знаю про чумака ничего но кашпировского назвать назвать шарлатаном я всегда думала я понимаю прекрасно но не может человек собрать блять сто миллионов человек и всех вылечить каким бы гением там он не был понятное дело но мне всегда казалось вот если человек действительно болен да серьезно болен представьте как круто попасть такому кашпировскую на личную встречу к такому мощному человеку я не знаю сколько стоят такие встречи даже страшно подумать но то что он не шарлатан это сто процентов вот тогда вот тогда я его встретила его никто не знал никто не знал кто такой кашпировский никто это просто проба пера была то есть человек люди выбрали практически чуть ли не один из самых загруженных пансионатов с разным контингентом то есть и простые работяги и высшие слои населения и все на свете вот и решили им показать просто это было просто шоу никаких лечений ничего такого не было я никогда не забуду эти 4 концерта мы каждый день туда ходили и каждый день смотрели на это как он приказывал людям просто приказан встать сесть убрать телефоны дай руку стоит жжет ему руку а у него ни волдырей у него ни боли нет у него ничего нет и назвать его шарлатаном мне кажется невозможно я сама это видела своими глазами видела и даже наша проверочка привела к тому что реально блять это работает работает рыба офигенная алиса сейчас начала рыбу кушать надо ей сделать если ей понравится научите ее это же так просто смотрите какая она разреза видите как тортик из рыбчих хочешь горячий кушать разогрей хочешь холодный так вот так что люди кто не знаете не пиздите пожалуйста я уверена что Кашпировский человек который каким бы ты ни был гением блять если ты если ты пытаешься вылечить там 10 миллионов страну блять ну никогда такого не получится чтобы у всех все вылечилось и всех идеально да но я уверена что те кто попадал к нему на личную встречу там на лечение на все я уверена там такая мощь я даже не знаю ничего о нем где он живет что с ним где-нибудь за границей не обычно таких быстро захапывают ладно ребятчики поехали мы на пикап у нас новый груз в сторону Джорджии в сторону Атланты в сторону Американской Грузии все пока-пока